Вот это, друзья, мой блокнот. Щедро исписан почти до половины. Здесь все, что мне нужно сделать. Куда пойти, кому позвонить, что купить. Не запишешь, забудешь. Правда, тут важно помнить, что ты это записывала. Для нас, беременных на втором триместре, такая забывчивость это нормально. Поэтому теперь у меня по дому развешаны распорядок дня и списки важных дел. Сделать зарядку, разбудить Федора, выключить кашу и приготовить салат это некоторые пункты из списка утренних дел. Он висит на холодильнике. А еще я завела календарь, чтобы планировать. Ближайшее важное – визит к диетологу. Но сначала завтрак. Беременность – самое подходящее время перейти на здоровый способ питания. Теперь я стала есть больше каш, свежих овощей, фруктов, рыбы, мяса. И главное, все это понемногу, небольшими порциями, 4-5 раз в день. Я мама опытная, но к диетологу все же схожу. Вдруг я чего-то не знаю или не помню. Я стала такой медлительной сейчас. И чтобы никуда не опаздывать, перевела часы на 10 минут вперед. Вот такой секрет. Треба харчуватися не з упаковок. Харчуватися, як то кажуть, дома, з домашньої їжі. Что и чим треба їсти і пити, аби максимальна більшість корисних речовин засвоювалась? Мясо найкраще їсти з овочами і салатами. Крупи, каши, то краще їх їсти з молочними продуктами або з мягким білим сиром, тварагом. Твердий сир я б не рекомендувала вагітним жінкам, тому що він містить дуже багато солі, а там це сприяє затримки води. Обязательно включать в рацион белок, железо, кальций і йод. Йод лучше всего принимать вместе с селеном. Це снижає риск возникновення поздніх осложнений беременності. Для цього я п'ю препарат Йосен. Тут тебе йод і селену. Говорят, беременным нужно есть за двоих. Це не вполне так. Есть нужно не більше, а чаще, щоб потім не удивляться, чого це мене так рознесло. Телефон і блокнот. Без них я как без рук, а точнее без пам'яти. Із голови вилетає все, а журналисту забывать ничего нельзя. Я ведь все еще хожу на роботу і в декрет не хочу. Пока. Да, мамочки, будущее і настоящее. Пишіть нам на страничці проекта «Новая жизнь» в фейсбуці. Адрес запишіть, щоб помнить.